сейчас у нас осталось я вот это пропускаю тоже самое вот еще это второй крупнейший ученый не могу я сейчас я устал я скажу только чтобы вы поняли самое главное все еще не приспособлено тропика вот итак 28 30 подмерзает и уже что-то ситуация пустим 20 25 дальше идет перемещение сортов среди полосу и уже до сервиса не существует и дальше перемещение результатов не дало она оказалась и приспособлены за 93 процента сейчас скорее всего 100 я пропускаю это моя сейчас тысячи этих вот так устроенных скелет специально покажу среди под каким углом она растет кого помешали эти ветки под углом 50 градусов нет ребята нельзя надо насиловать деревья надо их калечить надо их распинать я в эту фотографию бедный несчастный саженец назвал знаете как садовый христос вы не свои мученики все дальше надо пусть и вот она штамп которые я считаю ненавидимы вот они по двое который не держит через и никогда не удержит и вот она 5-8 в ветках оставляет надо 3 это при том что она настолько беззащитно от морозов вы сами видите еще из колечек при этом вот эти ветки все я должен был отрезать а вот эти вот грудь вот эти вот две боковые вот эти ну может года врач когда они были более гибкие а не буду пропускать пусть значит у нас страна занимается еще один снимок для чего догадайтесь еще один снимок для учебы для будущих журналов так что снимка как у меня нет никогда нет и больше не будет почему ливни ливневый тост вот так расположены листья это их форма это их наклон чтобы спасать само дерево само дерево от излишней влаги и чтобы эта влага расходилась именно там где кончики корней аж там был сухой и не смеете больше калечить эти самые же пролежать и прочее и не лезьте куда не надо знаете это одно из моих самых старых деревьев в свое время я так гордился это а а а а а а тем это а тем 2 называет потому что он к классическому тем это все не имеет я развалил у меня сын а тем вот и я в честь сына ну так вот в честь рождения сына ну как бы сказать такое событие назвал его Артем я же не знал что Артем существует на Дальнем Востоке путь будет Артем 2 а развалил нашу сторону 25 метров это дерево того это был самый большой выражай в многих годах из культурных ну не считая последнего года где все было превысено но не зафиксировано потому что ни один ученый так и не приехал вот и все таки еще 20 минут вы понимаете они какие-то странные люди я ничего не имею против этого мужика вот мы с ним выпили бы пол литра коньяков и поговорили бы по душе он взял и написал формирование яблони в виде чаши нахрена ему чаши когда еще раз говорю задача деревьев видите распространить так чтобы ливни были там где корни сасывающие корни это периметр корни он об этом не знает он придумал чашу так вот теперь что получается увеличиваем да наверное это я наверное не выдержу потревожу еще а эту самую еще откровенный был разговор смотрите чтобы сделать чашу вот от него вот где у него левая рука ниже видите вот эту лану вот начинает с нее вот она рана не знаю зачем он ее отрезал у него теперь получается вот в этом районе все будет очень плохо вот здесь я не знаю что вот эта вот борозда делает может быть искусственная борозда так принято в последнее время да искусственное вот следующее это якобы чтобы у них крайне лопалась они заранее искренне чтобы она не лопалась отмороза у вас забоя у нас этих солнечных коррогов ладно но обратите внимание на самый центр вы представляете вы представляете он берет отрезает центральную ветку то есть скалечивая вертикальную ветку и у него начало разрушаться это все обратите полностью смотрите вот сюда досюда смотрите видите но уже искалечив дерево не поняв что а теперь это калека что оно обречено но я что слепой я еще крупнее сделаю давайте смотрим я что слепой я что не вижу что все дерево искалечено полностью ну половина может ниже какая-то ветка выжим и это преподносится как учеба внимание давайте теперь рассмотрим о чем он нам поведал отбили вот это формировка в виде чашель 8000 просмотров ну сейчас 16000 подписчиков сейчас на река уже 20 тысяч просмотров ни много ни мало ну сколько людей научил калечен они не видят вот эту в общем мертвичину которую он взял смотрим дальше ой сейчас скажу чему придаться формировать или обрезать яблони можно разными способами ну скажи пожалуйста зачем ты вот это взял вот они всегда почему-то вот такие специалисты они почему-то всегда выбирают самый коллег а почему потому что они же не могут если раны есть то уже коллег а если раны нет тогда получается фильма нет а вы знаете зачем эти фильмы нужны а дальше пойдет это купите ядер и кое в данном случае купите замазку и начинаете маску так нет смотрите сюда обрезаем черешу так чтобы урожай ели любая не птица как он будет есть урожай и скажите вы смотрите что получается здесь ни много ни мало 27 тысяч подписчиков так вот 27 тысяч сейчас ах беларусь вот я что хотел сказать мы действительно с беларусами мы братья мы одно целое и садоводство у нас одинаковое и корячие мы одинаковые и пусть в беларуси теплее чем на большей части России ребята но я вам вот что скажу вот вот калечие мы одинаково и деревья наши страдают одинаково и гибнут одинаково вот и скажите на милость зачем он ее отпилил он же объясняет это но у меня в голове не укладывается смотрите отпилил зачем отпилил ну а я скажу зачем а затем а затем что все для сада и огорода ищите в нашем интернет магазине поняли зачем он искалечен дерево или она это уже следующее а ведь это понимаете что это это черешня не подходить нельзя даже не то что и пилить а асфикатором даже надо куда-нибудь за 20 метров отнести или это самое или пилу чтобы дерево не видело этого указа который к нему приближается все для сада и огорода ради этого еще одно преступление ради этого администрация президента вот у меня таких примеров сотни не только обрезка а вообще все садоводство все через через это то самое вот ну и наконец смотри сюда ну что Константинович погибает а нахрена за центральный проводник открыл чувствуете разницу вот это и вот это вот чувствуете нет но я то не торгую этими самыми ядами я не торгую садовыми варами мне это не надо дерево-то колесе не терпит морозов не терпит мир Белогорье Белгород как обрезать вишню так я уже до конца эту тему потому что а вдруг правда это ну среагировали же они когда я написал Путину испугались ребята а медсельхоз не испугался мне что им бояться то какого-то железа как обрезать вишню так чтобы на следующий год урожай некуда было делать вы представляете вишня растет вы видели мою так как на каждом дереве по десятку тысяч плодов на каждом дереве вы видели я вам показывал вот как можно обрезать вишню чтобы урожай было я еще раз говорю любая ветка отрезана она плодоносит до самых кончиков плодоносит любую ветку отрезал сейчас урожай отрезал это что не факт а ему нужно занять другой врач ну как тебе объяснить то а подруга или как тебе там коллега да какая ты хрен коллега флорист если ты флорист Андриана то ты не садовод понимаешь ты не садовод это совсем флористика это совсем другое занимайся красотой занимайся цветочками занимайся декоративными деревьями правда постарайся их тоже меньше колесить они же боятся им больно а какая черта обрезать вишню смысл нет вишню если еще где-то мы хотим чего-то там с амрикосами сотворить с яблоними грушами есть какие-то причины что надо там обрезку на омоложение сделать при посадке часть крови верхней части вот то вишню то за что ты трогаешь это вишня символ России не трогай ее пожалуйста не учи ты этому сто тысяч посмотрим ты сейчас научишь якобы лишняя ветка а ну так нет нет я сейчас покажу здесь снимка у меня осталось 10 минут что ты железов формировал это моя груша что ты так формировал что ветка рухнула ну рухнула ну идем дальше что ты железов формировал формировал а у тебя еще одна рухнула допустим два этих самых прокомментируем и эта рухнула и эта рухнула если у меня нужно чтобы не рухнула я должен был бы ну сад у меня там сколько пол гектара мне нужно было вот по их системе вот так как учат вот эти дамы вот это вот а вот мне нужно было бы отрезать внимание несколько тысяч веток чтобы не рушилось во-первых рушилось бы все равно рушилось бы в стократном развере дерево теряет в том числе и хрупкость и так дерево становится хрупким понимаешь Андриана после всех этих обрезок а у меня в год одна две ветки и как я вас обманул боже мой последний двадцать второй год урожай да у меня погибло полностью два с такими плодами два культурных дерева я подходил показывал огромный урожай ветки такой толщины лежат на земле два пришлось выпилить потому что их невозможно было восстановить рушились ветки а у меня же низкая штампа низкая практически от земли вот от земли все и еще веток пять-семь деревья остались целые ну допустим одна из пяти рушилась вот вот это все старые снимки вот это вот это где это где это где это вот это вот ну лет пять назад сделал это снимок где-то лет шесть назад сделал да и вдруг рушились за последний год ну это был супер урожай вот но альтернатива чтобы те у меня абрикосы не рушились я якобы должен был сделать веток поменьше да еще обрезать на кольцо но тогда бы рушей бы никуда не делся еще бы больше веток и я тогда говорю я не режу я не делаю специальную обрезку на обложение не на обложение это ладно потом отдельный разговор я не делаю обрезку специальную чтобы это укоротил ветку может быть меньше плотом было бы ну где логика упало то за те годы два всего две ветки и последний год добрый десяток но такой урожай это бедствие помните это шутливая поговорка в советском союзе главное бедствие это урожай там были причины почему так почему так горько шутили потому что не могли спасти вот это я хотел сказать лучше вот так чем в десятки сотни и тысячи веток отрезать да еще на кольцо я сглузданезихов понове поняли понове я сглузданезихов у меня в голове все в порядке а теперь осталось 10 минут я уже боюсь комментировать вот это боюсь комментировать вот это вот это вот в фильме есть вот это подробно помните вот здесь вот здесь вертикальная ветка что надо было отрезать ее когда она появилась караул морозобойный всегда горизонтальная дает вертикальная ветка вертикальная ветка дает горизонтальная ветка вот она видели или полугоризонтальная и не лезть его куда вас не просят антрядные все проще и без вас уже это вишен в сравнении осталось наверное процентов 5 от того что было так еду у розовых деревьев и ничего не понимают понимаете она прекрасная женщина она прекрасная мать она ну куда ты лезешь то если ты ничего не понимаешь потому что вообще эту ветку надо отрезать потому что она вниз смотрит эту потому что она вверх смотрит я перекрещу веток вот этих вот нагляделся сотни ни одна не погибла зачем же мне отрезать ветки которые перекрещутся якобы они погибли я не знаю что вот если это ветка отец а это а это это вертикально обязательно даст нет будем истажать жрут 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 вот вот очень привет жильяде привет людмила наш человек вот я уже назначил зам профильня спрограмм а это все соседи перетерол на железо вот ну пропускаю извини время вышло но так хотел вот это ценнейшая фотография ценнейшая фотография ценнейшая фотография ценнейшая вот мы одной крови разбила вот из Финляндии мы будем дружить с садами какое выражение я придумал мы с финами с украинцами с белорусами вот слатые помните моего друга Андрея мы будем дружить с садами мы будем дружить с садами мы будем дружить садами все после этих слов я уже даже не могу ничего говорить встать потому что все испорчат я это то же самое как в Штиринце последнее запоминается хорошо но самое последнее ребята раскупайте косточки сухие сейчас идет великое сейчас она начинает с нуля или просто подстраховаться косточки дешевые помните я говорю люди меня тут не узнал в пинске сады занимает 8000 а я 800 косточек тоже продал за 8000 800 косточек 50 уже чуть-чуть цена отыграет получил 600 500 600 500 600 костик за 8000 когда один садец причем садимся ну время стекло спасибо что ты меня не забываешь спасибо что мы дружим вот а у есть это я уже давно хотел рассказать приходит к психотерапевту нас национальность не буду говорить и говорит доктор мне нужна помощь какая а я а я пронежу 7 у меня прихожу домой жена с любовником лежит я начал кричать сейчас возьму посуду перебью она говорит дорогой пойди на кухню выпить сашку кофе и успокойся я пошел на кухню выпить сашку кофе успокоился вот вчера прихожу она с другим любовником лежит я раскричался сейчас возьму а это самая всю мебель порублю она говорит дорогой пойди на кухню выпить сашку кофе и успокойся и опять пошел на кухню выпил сашку кофе успокоился все я прихожу она с третьим любовником лежит ну тут я рассверепел я сейчас возьму дружи и всех вас поубиваю а жена говорит дорогой успокойся вы не сашку кофе успокойся так и вот я пришел к вам за советом скажите доктор мне не вредно столько кофе пить вот так вот друзья я надеюсь что этого скрасил тот самый агрессия который не могу избавиться вот так и сейчас мы перейдем в особую комнату и мы с вами и мы с вами и мы с вами что пойду успокоиться сколько нас полтора смотрим 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 нет как в прошлый раз ну ничего я посмотрел за неделю просмотров около четырех шот ну еще попало в яндекс там особый счет еще кто-то у себя показывает начинает счет с нуля а все равно уже давно последний год два тысячи не набегает мало почему я продолжаю объясняю во-первых если бы я сейчас поверьте не было бы вебинара ни об на свете не было видеть вот это вот понимать этот страшный вред страшный страшный вред который приносит люди которые даже не задумываются что творят вот и молчать вот я сейчас высказался спасибо вам друзья я теперь смогу еще неделю прожить за неделю опять негатива накопится как отвечать людям ведь яблони уничтожены причем уничтожение продолжается не понимая что слабеют от этих же обрезок и не могут терпеть ни мороз а еще какая-то зараза именно с яблонями абрикосов у людей в Саиногорске стоят много погибло из-за того что откалечен но яблони безнадежно а они же крепче были абрикосов абрикосы первые погибли абрикосы стоят а яблони тысячи 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 видеть 10 лет назад эту страшную картину едешь по дороге и вот они слева справа сады сады и деревьев по 20-30 лет это наша работа это мы создали это чудо обывателя они только покупали у нас адрес и все все и не было никаких узбекских и тиргизских как сейчас и они стоят мертвые их еще не спилили вдоль дорог тысячи тысячи эта картина у меня перед глазами я не могу молчать понимаете администрация президента помогайте и какой-то страх сидит он сейчас состальских времен видел мне было три года я 50-го года рождения у нас дома лежало мне было три года а я запомнил траурные повязки лежал вся страна ходила с этим на руках траурными вот страх вот этот который сидит а вдруг возьмутся не за них что не заставить их работать а кто-то еще мне позволить как много заткнись много себе позволяешь разве может в министерстве сейчас конечно обижаться а это а разве я еще раз вот эту покажу ну что разве вот это может быть правдой да если бы это была правда ну представили бы уже бы уже бы все или бы расстреляли по себе те кто не принял меры чтобы ведь появились автомобили появились аварии ну посмотрите ведь это же так просто по существованию провести ревизию еще раз создается комиссия туда входит представитель этого самого дорожного ну то есть там нужна карта там нужен там нужен от милиции чека потому что у него есть все смертельные случаи надо только смертельное брать потому что это уже и чек и чек для локатовщиков или чек с прибором где для измерения гепатогенных зон и все страны вот эти сразу аварий станет двое в трое полностью не избавишься пьянство никто не отменял сами понимаете усталые люди тоже попадают в аварию но для них в одном случае он проехал устал а в другом случае раз гепатогенную зону он врезался в другую машину администрация помогайте вы понимаете если меня приставили начал бы кричать два варианта за дискредитацию наук посадили чертовой матери отправили меня это распилить или их бы отправили распилить ну нельзя молчать то ну что я потом с братом поговорю а вдруг он мне успокаивает сказать да невесте больше ты высказался высказался не послушали не послушали ну и вовсе посмотри что ты скажешь сейчас тоже работа кстати никем не оплачиваю ты уже с тысячи фильмов сделал но тебе еще не тот спасибо не сказал имеется ввиду дай волто ума я сделал все все как полагается чтобы не сильно передать администрацию все друзья на 5 минут на кухню то и по все как все все и все и все